Грядет еще одна банковская катастрофа. Банковская система мира находится на грани краха, неизбежного перед новой финансовой перезагрузкой и внедрением цифровых валют центральных банков. Но на этот раз рушится не американский банк, а японский. В этом и заключается проблема повышения ставок ФРС США. Вся финансовая система настолько взаимосвязана, что монетарная политика ФРС США может сломать банки, которые находятся на другом конце света. Из-за этого кризиса иностранные банки начинают продавать американские облигации на десятки миллиардов долларов ради своего спасения. Казначейские облигации США и ЕС распродаются и распродаются пожарными темпами. Но Ринчукин банк входит в топ-30 крупнейших банков мира и является финансовым гигантом в Японии. И он вынужден продать суверенные облигации на 63 миллиарда долларов. Потому что их убытки выросли втрое. С 500 миллиардов иен до полутора триллиона иен. Это результат погони крупного японского банка за доходностью, когда он ставил кучу денег на американские облигации. Но когда ФРС США подняла процентные ставки, они начали терять много денег. Банки получают прибыль разными способами. Чаще всего они просто выдают кредиты людям, которые хотят купить дом или бизнесам, которые хотят расшириться. Они почти ничего не платят по депозитам, но выдают деньги под 5 или даже 10 процентов. В банке Норинчукин Бэнк они зарабатывают деньги также и на спекуляциях. Около 31,3 триллиона иен или же 56 процентов их портфеля вложено в облигации. И вот что важно, более половины всех инвестиций банка были сделаны в долларах США и вложены они в казначейские облигации США и долговые обязательства ЕС. И что мы видели за последние два года? И ФРС США, и Европейский центральный банк подняли процентные ставки с почти нулевого уровня до более чем 5 процентов. И когда процентные ставки растут, стоимость облигаций начинает рушиться. Банковские инвестиции превращаются в казино. Именно поэтому, чтобы остановить эти потери, Норинчукин Банк распродает свои облигации и распродаст их до марта 2025. Значит, с текущего момента и до марта 2025 мы можем увидеть еще больше ликвидаций банков по всему миру. И скорее всего цифровые валюты центральных банков будут поданы публике как шикарное решение этого коллапса. Даже американские банки не в безопасности. FDIC заявила, что американские банки несут ужасающие убытки, которые пока что остаются незамеченными. Речь идет о нереализованных бумажных убытках в размере более 500 миллиардов долларов на сегодня. Это просто колоссальные цифры. И этот беспорядок не получится маскировать вечно. Если убытки будут усугубляться и банки станут неплатежеспособными, мы можем увидеть массовый крах доверия. А это может привести к наихудшему сценарию. Ведь вся фиатная валюта держится только лишь на доверии и еще немного на военной силе. Нас может ожидать еще одна волна банковских банкротств, как в 2023. Важно понять, что именно пошло не так в Норинчукин Банк, потому что это может распространиться и на другие японские и не только банки. Повышение процентных ставок, укрепление доллара США и обвал иенны – все это играет свою роль в этом хаосе. Эти факторы создают предпосылки для более глубокого финансового кризиса, который может стать глобальным, как в 2008. Фактически мы начинаем видеть сигнал того, что новый глобальный финансовый кризис только что стартовал. И на первый взгляд Норинчукин Банк выглядит как типичный сельскохозяйственный банк. На их сайте говорится, что они поддерживают рыбалку, лесное хозяйство и производство продуктов питания в местных общинах. Так что можно подумать, что они просто выдают кредиты фермерам и рыбакам в Японии. Но это не то, как они получают свою основную прибыль. На самом деле они являются инвестиционным банком, который покупает и продает ценные бумаги, облигации и акции. Это сразу же видно по их портфелю. Более половины всего портфеля банка составляют облигации. Даже больше, чем кредиты и тем более акции. То есть для получения основной прибыли этот банк по сути торгует облигациями. Но какой тип долговых обязательств они выбирают? Уж точно не местные. Японские облигации практически не приносят дохода, особенно если учесть, что центральный банк постоянно скупает их для поддержания низких ставок. Поэтому у Норинчукинбэнка нет другого выбора, кроме как отправиться за границей, покупать облигации из Европы и США. Доходность там гораздо выше. Если доходность японских облигаций составляет 0% или даже отрицательно, то получить казначейские облигации в США с доходностью под 2% это потрясающая сделка для банка. Поэтому несколько лет назад японские инвесторы набрали много наличных денег и скупили целую кучу казначейских облигаций США и Евросоюза. Фактически 64% всех их активов составляли активы в долларах США и евро. В принципе, диверсификации рисков были нарушены, а риски стали огромными. Сейчас им необходимо, чтобы ФРС США и Европейский центральный банк быстро снизили процентные ставки. Это восстановит убытки их портфеля. Вот тут-то все и закрутилось. Норинчукинбэнк получает свои депозиты и финансирование в японских иенах. Чтобы получить доллары США, им нужно заложить свои активы в иенах. А когда вы закладываете свои активы, вам приходится платить за это процентную ставку. Когда Норинчукинбэнк начала занимать доллары США, процентные ставки были низкими. Так что если они, например, занимали под 1% и покупали 10-летние казначейские облигации США с доходностью 2,5%, то их прибыль составляла 1,5%, они получали положительный доход. Но когда ФРС США начала повышать ставки для борьбы с инфляцией, вся эта стратегия инвестиций начала давать сбой. Краткосрочные ставки взлетели до небес, а долгосрочные ставки просто-напросто не успевают их догнать. Этот график прекрасно все объясняет. В период с 2020 по 2020 год, вот здесь, банк занимал доллары США по очень дешевым ставкам. Это голубая и зеленая линии. И на эти дешевые деньги они купили 10-летние облигации, показанные темно-синим цветом. Таким образом, они получали от 1 до 1,5% дохода. И эта стратегия работала довольно долго. Но процентные ставки начали расти. Что привело к тому, что сейчас фактически Норинчукинбанк занимал уже под 5,5%, чтобы получить доходность в 4%. Это абсолютно бессмысленно. Таким образом, банк начал терять деньги месяц за месяцем, год за годом, начиная где-то с этого момента. В этом и заключается опасность инверсии кривой доходности. Это ответ для всех тех, кому интересно, что значит инверсия кривой доходности. Она не только портит американскую экономику, но и создает большие проблемы для банков в других странах, например, в Японии. И из-за этой инверсии Норинчукинбанк и решил, наконец, начать продавать американские облигации, то есть реализовывать свои убытки. Зачем они это делают? Возможно, они поняли, что ФРС США не будет снижать ставки в ближайшее время, а поэтому пора фиксировать прибыли, время спрыгнуть с корабля. Пауэлл, по сути, заявил всему миру, что инфляция все еще слишком высока и цели в 2% они не достигли. И именно поэтому ФРС собирается сохранять свою политику высоких процентных ставок еще долгое время. Так что если вы это банк, то самое время начинать сбрасывать казначейские облигации, иначе ваши нереализованные убытки будут продолжать усугубляться. Но если вы их реализуете, то ваш баланс уменьшится. Однако Норинчукинбанк рассматривает этот вариант менее плохим. Уже на протяжении следующих нескольких месяцев может произойти внезапный крах еще одного банка, если ставки останутся высокими. И Япония может стать катализатором этого. Тем самым катализатором, который обрушит всю банковскую систему. Проблема кроется в самой экономике. В течение трех кварталов подряд рост ВВП был либо плоским, либо отрицательным. В среднем он составляет почти минус 2% в течение 9 месяцев подряд. Не стоит забывать и о том, что иена тоже рушится. Мы находимся на уровне 160 иен за 1 доллар. Цены растут, и поэтому потребители тоже сдаются. Они собираются тратить меньше. Это заложено в культуре Японии. Как следствие, кредитование компаний для банков становится рискованнее, а без кредитования некоторые компании уже могут начинать объявлять дефолт. В Японии царит полная неразбериха. Согласно шокирующему отчету, японские инвесторы продают наибольшее количество американских долговых обязательств за последние 9 лет. Это почти 17 миллиардов долларов. И если дела пойдут совсем плохо, могут начаться массовые распродажи на улице. Это может вызвать шок на Уолл-стрит и привести к колебаниям уже американских банков. Мы можем увидеть продолжение банковских коллапсов. И многие могут присоединиться к кладбищу First Republic и СВБ. Правда, трупы этих региональных банков были выкуплены более крупными коллегами, такими как JP Morgan, например. Как мы и говорили, все движется к тому, что в мире останется несколько супербанков, которые будет намного проще контролировать, чем тысячи. И в этом заключается проблема современных банков. Неважно, где они находятся, в Японии, Канаде, Великобритании, Соединенных Штатах, все они одинаковы. Все дело в погоне за доходностью. А для этого есть только два пути. Первый – покупать облигации с более длительным сроком погашения. Например, вместо трехмесячного казначейского векселя с доходностью 2% купить 10-летнюю облигацию, которая даст уже 4. Но когда процентные ставки вырастут, стоимость этих облигаций рухнет. Это называется риском процентной ставки. Когда ФРС начала повышать ставки, стоимость казначейских обязательств, которые держат японские и другие банки, упала как камень. До повышения ставок инвесторы в Японии держали американские облигации на сумму около 1,3 триллиона долларов. За 12 последних месяцев их стоимость упала более чем на 100 миллиардов долларов, то есть на 8%. А если у вас при этом еще и заемные средства, как у многих банков, то ваши потери могут быть ужасающими. Возможно, сегодня в Японии существует реальная системная проблема. Мы просто еще не знаем. И эта системная проблема может пройтись землетрясением по всей глобальной системе. Второй способ делать деньги банкам – это покупать рискованные продукты, в том числе и деривативы. Казалось бы, банк должен быть более консервативным, но нет, особенно в условиях стресса. Но Ринчукин банк рассматривает возможность покупки так называемых СЛО, которые представляют собой вид инвестиций, обеспеченных пулом долговых обязательств. По сути, это долговые обязательства, обеспеченные другими долговыми обязательствами. Такая себе матрешка. Японский банковский кит собирается принять на себя еще больше риск. И возникает масса вопросов, какой тип СЛО они покупают. Обеспечены ли эти облигации долгами по коммерческой недвижимости? И где находятся эти долги? В США? Если да, то это очень рискованные инвестиции. Коммерческая недвижимость в Америке не только находится на краю пропасти. Так, например, доля просроченных кредитов СЛО коммерческой недвижимости стремительно растет. В феврале этого года 7,4% кредитов в коммерческой недвижимости были просрочены на 30 дней. Сейчас, скорее всего, ситуация еще хуже. У арендодателей просто нет денег, чтобы расплатиться по своим обязательствам. И если достаточное количество таких кредитов объявит дефолт, то вся эта история с облигациями СЛО лопнет. Это будет повторение 2008 года. И это финансовые бомбы замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент, пока ФРС держит процентные ставки на высоком уровне. Но Ринчукин банк, возможно, снова прыгнет в зыбучие пески, пытаясь решить эту проблему, рискуя все больше и больше. И кто же виноват во всем этом? Сейчас я виню и ФРС США, и Банк Японии. ФРС США за то, что она напечатала тонны денег в 2020 году, что и вызвало все эти проблемы. А Банк Японии за то, что он подавляет банки до такой степени, что все банки вынуждены идти на большие риски, чтобы получить хоть какую-то приличную прибыль. И, естественно, чем больше рисков они берут на себя, тем громче может оказаться коллапс. Единственный способ разрядить обстановку – это быстрое снижение процентных ставок ФРС США. Паул должен сделать это как можно быстрее, потому что проблема выходит из-под контроля. Это касается уже не только Соединенных Штатов Америки, это касается практически всего мира. ФДС сообщает, что нас ожидает еще одна катастрофа. Повышение процентных ставок привело к появлению 63 проблемных банков в США. Нереализованные убытки составляют 517 миллиардов долларов. Сегодня вся система все еще находится под невероятным давлением. И это давление нарастает и имеет накопительный эффект. Чем дольше мы существуем среди повышенных ставок, тем сильнее становится это давление. Проблемные активы банков также начинают расти, как видно на этом графике. Их все больше и больше. Именно поэтому ФРС США должна срочно снизить ставки, чтобы предотвратить новую волну банкротств банков. Но пока что системные риски нарастают по всему миру. Банки гонятся за доходностью любой ценой, рискуя как в последний раз, не обращая внимания на последствия. А ведь могли просто начать покупать биткоин, как мы. Это же гораздо проще. На этом все, меня зовут Богатий Ищи Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого.